Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы хорошо развиты в нашей республике, во многом благодаря работе Колледжа культуры и искусств. Заведующая отделением ДПИ Эмма Лапугова поделилась с нами секретами своей профессии. Эмма Владимировна, мы с вами не случайно встречаемся сегодня в стенах художественной галереи в окружении прекрасных работ. Все они выполнены руками ваших выпускников. Несмотря на всю самобытность этих работ, в каждой из них мы можем угадать кавказский культурный код. Как вам, преподавателю, руководителю отделения удается охватить необъятное, такой огромный пласт кавказской культуры? Прежде всего хочу сказать, что у нас такая богатая республика, многонациональная, поэтому надо было прежде всего изучить культуру каждой национальности. Хотя мы живем рядом и как бы ассимилируем и в культуре, и в науке, и во всем, но все равно есть и свои отличия, поэтому надо было изучить. Когда я открывала это отделение, у меня была цель именно на возрождение национальных видов ремесел. И как-то вот получилось, что мы справились с этим очень быстро. Я просматриваю выпуски предыдущих лет, и вот как-то ни за один выпуск мне не стыдно, везде получалось, оказывается, неплохо. Уже с высоты этого возраста нашего отделения смотрю, критически смотрю. Ну вот это только потому, что подход у нас был такой именно изучить. Я сама ездила по соседним республикам, по углам, я искала мастеров, которые умеют это делать. А уже в живых нету тех, которые вышивали, тех, которые пилили на пальцах. Поэтому я ездила в Кабардино-Балкарию, в Адыгею, по крупицам буквально это сыграла. Сначала сама научилась, потом коллектив учила преподавателей, а потом уже детей. И у нас с самого первого курса они изучают уже специализацию. Ни в одном учебном заведении с первого курса не начинают. И еще вот наше отделение особенное, я считаю, уникальное в том плане, что мы за 4 года даем 14 специализаций. Ни одного, ни вуза, ни среднего учебного заведения в нашей стране нет. Никто об этом не знает, кстати. Так что у нас отделение очень уникальное. И на первом же курсе они 5 видов специализаций уже проходят. Все очень сжатая программа. У нас нет учебников, у нас только из рук в руки, из уст в уста передается от мастера к ученику. Поэтому учиться сложно, пропускать нельзя у нас. Нагрузка, они целый день у нас трудятся в колледже, еще домашние задания получают. Поэтому выдерживают сильнейшие и те, которые не случайно попали. Слава Богу, у нас очень хороший конкурс. Всегда был и есть на сегодняшний день. Хочется, конечно, условия расширить получше, чтобы лучше еще обучать. Даже на первом курсе у нас есть предмет «Орнаменты народов». Не только КЧР и мира мы изучаем. Весь год у нас ведет специалист, очень хороший искусствовед. Поэтому с первого курса они впитывают, что такое орнамент. Не только национальные ребята, у нас много русских других национальностей, которые родились тут. Они как бы тоже это с воздухом впитали. Поэтому мы начинаем с этого, с увеличения орнаментов всех национальностей, потом аккумулируем. Когда они делают дипломную работу, мы стараемся не подчеркивать, что это именно карачаевский, или это одесский, или нагайский. Нет, вот эта вот работа, которая объединила все орнаменты нашей Карачаевой Черкесии. Там можно найти и зооморфный, и геометрический, и растительный орнамент. Но это надо было суметь собрать этот калейдоскоп, и чтобы они не дрались между собой, чтобы было сочетание. Я думаю, что удалась эта работа. Мы ее делали специально для нашего колледжа, для оформления сцен. Мы знаем вас как человека, состоящего красоту. Почти 30 лет вы занимаетесь подвижническим трудом. Когда вы открыли отделение, это было в начале 90-х годов. Очень непростой период для нашей страны, когда люди зачастую боролись за выживание. Вы думали о том, что нужно сохранить кавказские народные промыслы, не дать им кануть в лето, не дать им исчезнуть. Что вами двигало в то далекое уже время? Я думаю, что вот эта фраза «Искусство спасет мир» она не случайно, хоть и такая уже традиционная. На самом деле это такая сфера, которая спасает от всего. Ты когда занимаешься искусством, ты забываешь, что чего-то не хватает, что-то недоделок, чем детей кормить. Ты просто поглощен этим. Но 90-е годы, да, если бы я тогда знала, какие трудности впереди ждут, я, может быть, бы и задумалась. Я не знаю, я на каких-то эмоциях, на автомате. Я хотела это, я шла к этому. На интуитивном уровне. Вот сейчас я вспоминаю, думаю, как я до этого додумалась, тогда не помню. Ездила вот в соседние республики, вот в города, где есть такие учебные заведения. Не очень приветливые встречали, не делились даже с программами. Как-то не отвечали, нас никто не упомянул. И первое училище, которое мне помогло, это Махачкале, художественное училище имени Джамала. Они мне, ну, приняли по-кавказски гостеприимно. Я три дня там, три ночи провела. И они делились со мной материалами, делились планами. Я вручную, это таксерокса не было, вручную ночами переписывала вот эти программы и планы. И вот как-то они меня заведили, я думаю, раз они могут, почему мы так не можем на таком же уровне. У нас тоже есть прекрасные люди, есть прекрасные мастера. И наше искусство тоже уникальное. И вот по крупицам. Началось сначала с плетения циновки. У меня бабушка была мастерица, бабушка плела. У нас старинная, старенькая, уже порванная была циновка. И мне захотелось ее вот восстановить. Началось все с этого. Потом, когда я это освоила, мне это уже стало неинтересно, приступила к золотому шитью. Потом басонные изделия, это было так трудно, нигде мастера не могла найти. И книг нет, источников нет. Сейчас, конечно, и интернет, и все, это проще. Я студентам говорю, вам как легко учиться, и как было трудно нам. Но мы это углублялись, мы ходили в библиотеки, мы это изучали. Вот сейчас мимолетно в интернете готовые решения, может быть, это и портит студентов. Они не ходят в библиотеки. Они тут же, даешь задание, открывают интернет, доступно, легко. Конечно, большая польза, но и минус в этом есть. Ну, вот так потихонечку, я не знаю, как-то... Вот вы сейчас сказали о том, что бабушка вашей циновки, да? Это в вашей семье сохранялись народные промыслы? Ну, вот она жила в Аоле, мы жили в городе. И даже уже после... Ну, я помню в детстве, я помню, когда этот станок даже помню. Когда уже ее не стало, спросить было не у кого. Я эту циновочку хранила, но восстановить так все равно было невозможно. Надо было найти мастера. Мама у меня была рукодельница, она вышивала, на ее уровне она и шила, и рисовала. Ну, у нас из катерти были вышиты, и шторы. Ну, тогда у всех, наверное, так было, не знаю. Это очень ценилось, и картины вышиты были, и подушки, все было рукотворное. Наверное, это все равно в семье передается, из покорения в поколение. И я в этом убедилась, что все равно это должно быть свыше в человеке. Можно научить исполнительству, но чтобы художником, мастером стать, должны быть данные к этому. Поэтому мы делаем вот отбор такой при поступлении. С каждым годом появляются новые технологии, упрощающие процессы изготовления изделий. Мы сейчас уже не удивляемся даже 3D-принтеру, но продолжаем удивляться ручному труду, больших золотаршфеек, мастеров по валянию войнка, тех же мастеров и рисов по дереву. Сохранение традиции – это не массовое производство. Вы согласны со мной? Конечно. Вот 29 лет нашему отделению, казалось бы, можно было бы и насытить, да, каким-то техническим оборудованием. Но у нас, как было сто лет назад, без машин, без всяких технических приспособлений. Хотя да, много со временем можно идти. Есть машинки, которые вышивают золотом. Есть 3D-принтеры, есть машинки сейчас, которые резьбой занимаются, закладываешь программу и все. Но, знаете, я все равно считаю, что ручной труд, все равно вообще этого. Во-первых, это индивидуально. Все равно каждая вещь будет эксклюзивна. У нас штучный товар. Поэтому, когда мне говорят, вот, надо устроить выставку-продажу, давайте продавать, развиваться, я не хочу. Я отрываю от сердца каждую работу. Вот я все 29 лет сохраняю все дипломные работы, насколько возможно, я сохранила. На будущий год у нас будет юбилей. Я надеюсь, что нам предоставят, вот, может быть, здесь опять же сделать выставку, такую обширную, юбилейную выставку, чтобы увидели, что было 30 лет назад и что вчера. И все-таки ручной труд, тут душа, душа мастера лежит, тут теплота. Вот, например, вот этот кисет. Вот он даже старинной формы, какой он был раньше. Очень качественное исполнение. Здесь и золотое шитье, и басонные изделия. Многие не знают, что это такое, это плетение на пальцах из шнура. Вот, которое украшали еще, тысячу лет назад украшали женские сумочки, костюмы. И даже вышивка в той же технологии, да, это сложно. Раньше с шести лет деток отдавали в мастерскую, и с шести лет они уже вышивали. А мы вот стараемся в такой короткий срок это освоить. Поэтому все делаем руками и все под руководством мастера. Ни одной машинки, никакого станка у нас нет. Также резьба по дереву, видите, какая ширина, прекрасная. Все думают, что это на станке сделано. Нет, это сделано вручную, всего лишь одним ножом и одним лобзиком. И все. И все работают, вот на каждой работе тут можно войлок. И руками, и ногами, и групповой большой войлок валяем. Опять же, как и было раньше. Ничего из современных мы не используем технологий. Мы хотим вот как-то ехать. И лично у меня была цель возродить именно вот те ремесла, которые были. Если это массовое производство, конечно, можно. Допустим, сувенирный цех мы мечтаем уже сколько лет открыть. Если это массовое, на сувениры, это можно применить и можно делать для каких-то вещей. Но эксклюзив должен остаться навсегда. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо.